Татуировка Какие еще аспекты нужно знать начинающему татуировщику? Правильно начать с выбора оборудования. Второй момент, естественно, более творческий подход, делать что-то такое более интересное. Постоянно иметь желание расти в этой профессии. Не останавливаться на достигнутом. Что сейчас модно в татуировках? Сейчас модная старая школа. Это татуировки. Все наверняка видели и знают изображение черепов, сердец, ленточек, розочек, ласточек. Старые какие-то мотивы, они очень актуальны сейчас. Работа практически не кровит, используя, скажем так, крем. Так, давай ты. У меня размерчик будет поменьше. Спасибо. Так, что теперь? Берешь машинку. Да. А из чего состоит сам аппарат? Сам аппарат? Да. То есть, в принципе, это индукционный аппарат. То есть, им движут две магнитные катушки. То есть, получается замыкание, которое создаёт удар иглы. И с помощью штанги, то есть, игла выходит и входит. То есть, ты её должна, в принципе, держать как ручка. То есть, вот таким образом. Вот таким образом. То есть, максимально, да. И нажимаешь педаль. Угу. Нажми. Ааа. Ааа. Перед тем, что ты делаешь, то есть, ты должна напинать кожу. Угу. Вот попробуй сделать здесь тень. Ой, страшно. То есть, после окончания работы, мы должны с тобой эту работу, скажем так, обработать кремом и закрыть плёнкой защитной. То есть, буквально где-то на полчаса. Ааа. То есть, так обильно. Да, это можно так обработать. Те зоны, где мы с тобой поработали. То есть, чтобы он, во-первых, не испачкал свои вещи. То есть, это одно. А второе, чтобы не попала нам инфекция. Упаковываем его, как в магазине. Ааа. Заверните мне, пожалуйста, вот тот кусочек. Ааа. Ну вот теперь и я, и вы узнали, насколько это просто. Главное, не бояться экспериментировать. С вами была Ксения. Вы смотрели передачу «Лайфхакер». «Лайфхакер». А вам спасибо за работу. Спасибо. А вам спасибо за урок. До свидания. «Лайфхакер». Угу. Знаем, насколько. Ага. Ааа. Нет, нужно что-то с татуировкой связанное сказать. Там, например, на языке. Татуировка на языке? Что такое возможно? У тебя есть татуировка на языке? Уже? Уже. Субтитры сделал DimaTorzok